Сложная эпидемиологическая ситуация по всей республике выявила немало проблем и в Иссык-Кульском районе. Территориальная больница не была готова к такому повороту обстоятельств. По этой причине пациенты вынуждены обращаться в другие медицинские учреждения. Считанные специалисты в тяжелейших условиях работали для спасения жизней пациентов. В больнице не хватает коек. Система отопления работала кое-как. Поэтому вынуждены были переселиться в здание дом отдыха Алтымбалалек. В течение трёх дней к нам поступили 90 пациентов с коронавирусной инфекцией. Их мы лечили в другом месте. Были бы условия. А те дни уже в прошлом. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Здание больницы не ремонтировалось 35 лет, а сложная эпидемиологическая ситуация помогла за месяц полностью отремонтировать его. Ход строительства больницы мы контролировали с самого начала и до конца. Мы довольны качеством. На строительство больницы были перечислены 16 миллионов сомов. Нам и все условия тендеры выполнены. Кроме того, даже выполнили объём дополнительных работ, которые не были указаны в условиях тендера. Потому что коронавирус повлиял и на ход ремонтных работ больницы. В ближайшее время сюда будет поставлено всё необходимое медицинское оборудование и мебель. «Скоро привезут и оборудование. Мы довольны ремонтом. Но есть проблема с кадрами. Их у нас не хватает. Поэтому, если кто желает, можем решить проблему с жильём». Открытие обновлённого в здании больницы все с нетерпением ожидают через несколько дней. 11 сентября. Усен Кульбаев, Калыгула, Самбаев, Азамат Жапака, Валату, 24, Иссыкульская область.